День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Еще раз доброе утро. По-прежнему в этой студии Юлия Петрик, Абек Рокин. Доброе утро. И сейчас у нас на прямой связи, как мы уже говорили, член правления Силтумсервис Рига Александр Попов. Александр, доброе утро. Доброе утро. Да, ну, несмотря на то, что нам обещают и на этой неделе преимущественно теплую погоду, но вот мы видим, что четверга с пятницы опять ночью будет, по крайней мере, похолодание 5-6-7 градусов. Не очень-то холодно для октября, но, тем не менее, наверное, достаточно для того, чтобы автоматика заработала и отопление подключилось. Об этом сейчас поговорим. Как идет вообще вот вступление в этот отопительный сезон с вашей точки зрения, компанией, которая обеспечивает подключение к отоплению во всех домах Рига Снамо Павлодникс муниципального предприятия? Много ли проблем в этом году? В этом году хотелось бы отметить следующее, что отопительный сезон начался немножко быстрее. Это, в общем-то, намного лучше, чем в предыдущие годы. Спасибо за это нашему заказчику Рига Снамо Павлодниксу, что они позволили начать отопительный сезон быстрее. У нас всего на обслуживании находится более 2650 домов. Из них всюду, где были получены от нашего заказчика разрешения на подключение, рикуемсы так называемые, всюду подключение выполнено. Да, существуют какие-то проблемные дома, в которых отопление не запустилось сразу. Таких домов, я бы оценил их порядка 60-70 штук на весь город. Основная причина в чем? Почему не запускаются? Это какие-то старые системы или что? Какие-то дефекты? А вот на прошлой неделе мы с вами уже говорили по этим темам. Во-первых, есть старые системы. Во-вторых, есть случаи слития системы отопления, где нужно просто какое-то время, чтобы от воздушек и заполнить заново. По большому счету, таких глобальных проблем не существует. Любую задачу можно практически сразу решить, потому что люди работают 20 круглые сутки и 7 дней в неделю. То есть 23 на 7, да. Ну вот жителю конкретному, жильцу квартиры, что делать, если у него батарея холодная? Он понимает, что у соседей-то тепло, а у него в квартире холодно. Что делать, звонить вам напрямую или управляющему? Как действовать, чтобы пришли мастера? Мне напрямую звонят управляющие. Скажем, я бы не хотел себе телефон давать каждому жильцу. А в принципе надо звонить на два наших телефона – 8900 и 8610. Я понимаю, что люди не могут сразу дозвониться. Но мы не можем просто положить в руку. Мы обязаны каждого клиента выслушать, с каким бы он вопросом к нам не обращался. Работает более 12 постоянных линий, но все равно этого в отопительный сезон недостаточно. Но если сделать сравнение, по сравнению с прошлым годом или позапрошлым годом, то в пик подключения отопления у нас было порядка тысячи заявок. В этом году их примерно в половину меньше. С чем это связано? Вы наладили системы? Я думаю, что это связано с тем, что, во-первых, мы уже не первый год обслуживаем, это раз. Во-вторых, какие-то улучшения в любом случае происходят. И с этим все и связано. А вот индивидуально прилетает. Да-да, слушаю. Вот часто, и силатум сервис-ри, когда заканчивается предыдущий отопительный сезон весной, вы говорите о том, что все, отопительный сезон закончен, но мы уже начали подготовку к новому отопительному сезону. В чем эта подготовка заключается, так, чтобы люди представляли? Подготовка заключается в нескольких вещах. Первое, это проведение летних ремонтных работ, раз. И второе, что самое главное, это подготовка теплового узла к новому отопительному сезону. Это гидравлические испытания, это замена необходимого оборудования в помещении теплового узла. Расскажите, пожалуйста, каким образом можно, вот сейчас это актуально в связи с повышением тарифа, очередное повышение грядет с 1 ноября, достаточно существенное, как можно сэкономить в доме, то есть вот какие режимы выставить для того, чтобы потребление тепла было меньше, но люди бы не почувствовали это на себе, чтобы не было бы холодно в то же время. Какие режимы можно выставить? Немножко подробнее на этой теме остановимся. Что хотелось бы отметить. При наличии желания в доме или наличии управляющих сэкономить до 10% не представляет вообще, в принципе, никаких проблем. По той простой причине, что уже автоматика, которую даже более 20 лет, но она позволяет делать и режимы, и регулировать в зависимости от наружной температуры воздуха, температуру в помещении. Но говорю, а при наличии желания управляющих или жильцов дома, можно достичь экономии и более чем 10%. Просто нужно пользоваться возможностью автоматики. Например, простейший пример приведу вам. На улице выплюнуло солнце. Соответственно, автоматика должна отработать согласно заводских установок. Но у нас бабушки, допустим, или дедушки, которые подходят к радиатору и трогают его рукой, говорят, а он у нас холодный, у нас нет отопления. Хотя сама автоматика должна его отрегулировать, допустим, до плюс 15, плюс 20 градусов. А нет, наши люди хотят, чтобы у нас было 35 градусов в радиаторе, минимальная температура, несмотря на то, что на улице солнце. Ну, то есть фактически нужно понимать нюансы, да? Да. Ну, регуляция существует. Тогда какой должна быть температура внутри помещения, норма, да? То есть она же существует, по сути? Комфортная, да. Вы говорили, что это не должно быть 26 градусов. Сколько? Норма, конечно, уже существует. В зависимости от общественных мест, жилых помещений, допустим, от плюс 18. А дальше по желанию заказчика. То есть можно, да, достичь того, чтобы, если кому-то нравится, чтобы было очень тепло, можно и 25, и 26, и 27 градусов. Но за это надо платить. В данном случае только при согласии собственников квартир. Да, вот что касается каких-то проблем, которые возникают, вот, в принципе, сколько времени нужно на то, чтобы устранить вот ту или иную неисправность? Я так понимаю, что бывают ситуации, когда просто ваши мастера, ну, их не допускают, нет, там, все перекрыто, закрыто, нет возможности даже вот попасть вот к месту, где вот какие-то возникли неполадки. Да, это, Абик, очень существенная проблема. Я назову так в общих цифрах. Если в среднем в день прилетает на весь город порядка 240 заявок, то процентов 20-25 нельзя решить только из-за того, что отсутствует доступ к коммуникациям. У кого-то кафель, у кого-то нужно кухню снимать, у кого-то еще какие-то вещи. Порядка 20-25% это вот связаны с доступом к коммуникации. Это в конкретных квартирах? В конкретных квартирах. Тогда расскажите, пожалуйста, вот какие бывают ситуации, когда бывает, что в квартире действительно холодные батареи по причине того, что соседи установили лишнее количество радиаторов. Вот какая здесь взаимосвязь, то есть насколько мы друг от друга зависим по, скажем так, по стояку, по этажам. Какие вот существуют нарушения и как рукостранять? Спасибо за вопрос. Я по нему попробую даже с конкретным примером ответить. Улиц равность, не будем называть номер дома, в боковых квартирах температура плюс 17, плюс 18, а в квартире, которая находится по центру дома, температура плюс 25. И вечные жалобы о том, что мне жарко. Когда начали разбираться с этим вопросом, то выяснилось следующее. На комнату, где необходимо 5 секций чугунных батарей, было установлено 20. И женщина постоянно жалуется, потому что ей действительно жарко. А если мы опускаем температуру, тогда боковые квартиры мерзнут. Вот это прямая зависимость, как говорится. Потому что в многоквартирных домах у нас нет горизонтальной разводки. Мы все связаны друг с другом. Может ли сложиться ситуация, не знаю, в будущем при развитии технологий, когда все-таки каким-то образом можно будет регулировать, чтобы не было такой ситуации? Или все равно это горизонтальная разводка, в советских домах, тут уже ничего не сделаешь? То есть индивидуально установить регуляторы невозможно в каждой квартире? Или это можно технически? Технически можно сделать все, что необходимо. Просто когда у нас люди устанавливают это, надо, во-первых, чтобы соблюдались требования проектировщика, а не каждый думал, как он хочет. Залужают диаметр, ставят регуляторы. На улице Ерик был конкретный случай. Одна бабуля говорит о том, что ей постоянно жарко, и она закрывает свой регулятор. И закрыв регулятор, она закрывает своей соседке снизу все отопление. А также жалуется, что постоянно холодно. А когда стали проверять, оказалось, что не было построено перемычка. Ну, таких случаев очень много. Существуют технические решения по переделыванию этих систем в современные системы. Но это просто затраты. Все можно сделать. Можно и учет наладить. Можно и все, что угодно сделать. Ага. Что касается учета, видимо, я так понимаю, во многих домах уже это внедрена система удаленного доступа. Что это такое буквально в нескольких словах? Объясните. Про систему удаленного доступа хотел бы тоже чуть подробнее остановиться. За прошедшие годы, что мы обслуживаем дома Рига с нам и Парвелликса, у нас установлена система не только удаленного доступа и удаленного управления практически во всех домах города Риги, которые мы обслуживаем. Эта система позволяет нам, во-первых, контролировать ситуацию. Что в каком доме происходит? Во-вторых, регулировать, поднять температуру. Вот если бы ко мне позвонили, вы к какому-нибудь адресу, я бы попросил поднять температуру и опухсти. То есть это все реально на сегодняшний день. И эта система позволяет экономить еще и деньги жильцов. Мы ее установили за свой счет. И если мы видим о том, что где-нибудь идет перегтоп или еще что-нибудь, мы можем сразу удаленно поправить, а не специально ехать туда на объект, и там им на месте решать вопрос. Это просто экономит время и средства. В дальнейшем, вероятно, как одно еще из технических решений, это на перспективу, пока эта идея обсуждается, насколько она законена пока еще. Пока это идея от Министерства экономики о том, чтобы в дальнейшем установить индивидуальные счетчики учета тепла в каждой квартире. Но это как по принципу счетчиков воды. Скорее всего, в дальнейшем мы будем именно таким образом расплачиваться за потребленное тепло. Но это в будущем, да? Это в будущем, да. Ну, что хотелось бы сказать. Тут не надо иметь никаких радужных иллюзий по поводу того, что можно поставить в многоквартирных домах учет тепла. Потому что, если вы поговорите со специалистами, про аллокаторы, про остальные вещи, это все достаточно условно. Нужно или делать нормальную систему горизонтальную, как в современных домах, с индивидуальным учетом, а все остальное – это по химии. Получается, по большому счету, тот, кто поставил себе аллокаторы и типа платит по аллокаторам, они экономят. А кто же учитывает тогда потери по, допустим, по лестничным клеткам, по нижней разводке, по верхней разводке? Кто это учитывает? То есть остальные жильцы платят за тех, у кого установлены аллокаторы. Это надувательство. Да, вот интересно, вы сказали очень важную вещь, наверное, для людей, которые далеки от таких технических вопросов, очень удивились. Вот что касается новых домов. Что там действительно новое, вы сказали, что индивидуальные все-таки счетчики тепла? Это изначально. В чем там нюанс? Если говорить про систему отопления, то в современных домах, которые сейчас строятся, применяют горизонтальную систему. Это что значит? Это по принципу, как вы только что назвали, по принципу холодной и горячей воды. В каждую квартиру входит индивидуальная подача отопления, и сколько человек потребил, столько именно и учитывается. Учет это дело очень важный. Я вам приведу пример про свой дом. У нас тоже достаточно современный дом. Ему там чуть более 15 лет. И при одинаковых площадях квартиры, в одном подъезде, где я живу, у нас установлен полностью учет и тепла, и холодной воды с удаленным считыванием. И точно такие же площади, дом это как близнец, в таких же квартирах, в других подъездах. Так разница в счетах составляет до двух раз. Такая разница. Не будем говорить только о том, что люди не вовремя сдают. Будем говорить, что они еще и лукавят с показаниями. А когда мы установили удаленный учет еще на каждый подъезд по воде, соответственно, сразу как-то корректнее стали показания сдаваться. Ага. Видите как. Что касается вообще бригад, фактически завершая нашу беседу, нагрузки большие на бригаду «Силтум сервис Рига», которая выезжает, вы сказали, что в день 230 заявок. То есть фактически действительно работа в таком аварийном режиме 24 часа, да? Да, на данном этапе, вот скажем, это действительно большая нагрузка. Огромное спасибо людям, которые ее держат и выполняют, и на аварийную службу, потому что действительно сейчас самая такая… У нас по большому счету есть подключение отопления, гидравлические испытания и отключение отопления. Это три таких больших… Горячая пора. Да. А что можно сделать вот в старых домах, но в домах советской постройки, прежде всего, как самая массовая застройка, чтобы кроме регулировки подачи тепла, какие еще есть технические решения, чтобы стало теплее и можно было бы сэкономить? И без перебоя все это было. Реновация или нет? Или что-то еще можно, да? Уменьшить потребление тепла. Еще раз повторяю. Самое главное – это согласие или жильцов дома, или согласие управляющих. Если оно есть. С каждым домом можно получить экономию минимум 10%. Для этого не надо стенки ломать, не надо утеплять. Это просто можно сразу получить, эту экономию. Но для этого должно быть согласие жильцов. Надо просто пользоваться возможностями и нашей удаленной системы, и существующей автоматикой. А мы ей пользуемся очень, очень, скажем, ну, как говорят в Телефоне, существует там миллион возможностей, а мы пользуемся там 10%. Так с автоматикой надо делать. И сейчас в каждом доме уже современная автоматика установлена? То есть вот эти системы были заменены? Они уже настолько эффективны? Помимо систем, которые установлены были при строительстве тепловых узлов, у нас установлена наша система. Условно, опять же, чтобы людям было понятно, если просто система позволяет управлять по 30 параметрам, то наша система позволяет управлять по 300 параметрам. Вот исходя из этого, и как бы простейшая вещь. Я вам приведу пример, может быть, это для людей будет интересно, может быть, цифры не слишком, конечно, большие, но берем 9-этажный дом, 1-подъездный. Мы пересчитывали в золе туда и пересчитывали в курсовсе. В принципе, экономия, я говорю, практически не меняя ничего, составляет около 3-3,5 тысяч евро в год. Вроде бы цифра небольшая, да, но с другой стороны, это ремонт лестничной клетки и так далее и тому подобное. И сколько конкретной квартире получается экономия, вы считали, если в одном подъезде где-то 30-35 квартир? Это получается порядка 40 евро. Ну, тоже неплохо. Для многих это очень большие деньги. Александр Попов у нас был на прямой связи, член правления Силтым сервис Рига. Мы говорили о начале отопительного сезона в домах Рига с нам и Павлодникс. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо.